Часть 6. Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его благодатном, при пустой церкви, и мы, и прочие родные, знакомые с его и с ее стороны, не получили приглашения на свадьбу, и обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым. В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги. По дороге со станции в город, пока извозчики сани несли меня в дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, во всяком случае привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все. Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все пребывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной зала, с ее хор, все покрывало, заглушало полковая музыка, звучно гремя печально торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза в новеньком мундире, и от этого не в меру изыскно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую, уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли верно за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. Я, наконец, пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и над десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, и вдруг подался назад. Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне, и отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, да родин, весь черен блестящими черными волосами и фраком, и легок той легкостью, которую удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившиеся, несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя с таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня. Чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял. В двери залы, наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в празом ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, хорошенькая блондинка и сухая темноликая красавица, казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. Откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецких хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу «Гаудамус и Гитур». Остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью. «Ой, но вы и так страшно бледный!» Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил номер, бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками в надежде, что у меня разорвется сердце. И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного. Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара. Отец перекрестился и сказал, «Царство небесное, какой ужас! Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно, ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль вдова в такие годы с ребенком на руках. Никогда я ее не видал, он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне. Но говорят очаровательно. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтора ста верст, конечно, не можем. Надо ехать тебе. Отказаться было нельзя. В силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал, я ее увижу. Предлог для встречи был страшный, но законный. Мы послали ответную телеграмму, и на другой день майской вечерней зарею лошади из Благодатна в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли. За ними лежал он, и была она. Во дворе густо заросшим молодой травой погромыхали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской заре, весенняя чистота, свежесть и новизна всего полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце у нас лишь раскрытых в сене дверей, стоймя прислонена была к стене, большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью. Как вступить в этот дом, вновь и увидать ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью? И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшим со своим возглавием передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой, перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей вошел под возгласы и пение священнослужителей с кождениями, поклонами обходивших гроб и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтые парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью и с тупой покорностью, слушая эти возгласы и брецания кадила из-под лобья, видя плывущий к потолку торжественно и притерно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидел ее. Впереди всех в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами, и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга, взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую молодую красоту лица, ресницы, глаз, при виде меня опустившихся низко. Низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное, там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз, «Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин». Утром, после отпевания и погребения, я немедля уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.